С нами на связи Николай Маломош, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Николай Григорьевич, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Доброе утро. Приветствую, слава Украине. Героям слава. Николай Григорьевич, ну какие бы вы назвали самые горячие точки, которые сейчас фиксируются на Украинском фронте, ну и в частности мы видим, что враг продолжает, ну попытки по крайней мере, оказывать наступательные действия вокруг Авдеевки, Бахмутское направление, Лиманское, ну и также с вами, но со временем хотелось бы поговорить о том, что же происходит сейчас и на левобережье Херсонщина. Ну для начала, ваша оценка ситуации на Восточном фронте. Ну в первую очередь противник пытается решить основную задачу, которую поставил Путин, это, конечно, расширить свои зоны влияния, и особенно по той стратегической наступательной операции, это, конечно, Купинске, правильно отметил командующий Сирский, что сейчас усилена группировка, они пытаются взять Купинский лес и дальше Сенкивку, двигаться дальше, охватив на полуокружение, захватить Купинск и дальше развивать Садинское наступление по Харьковской области, ну и, конечно, уже в перспективе ставится вопрос движения на Харьков. Вот туда бросаются еще дополнительные две бригады, два полка, бронетехника, и, конечно, сейчас, когда наступили морозы, использование танков БТР, БМП, САУ уже неоднократно поусиливалось, но есть одна для них проблема. То, что мы четко знали и даже по нашим анализам давали, то, что с наступлением мороза будут именно танковые атаки, танковые штурмы, ну, соответственно, с пехотой, с поддержкой артиллерии, ракетных систем, вот, ну, поэтому мы готовили все противотанковые средства, особенно иностранное производство, которое и очень эффективно их уничтожает. Сейчас создать какой-то танковый перевес практически невозможно. Мы просто их уничтожаем на поле боя ежедневно, и начиная от 14-18 танков в день, вот, конечно, заканчивая 40-50, это бронетехники, это БМП, БРДМ, например, или другие бронесилы, это, конечно, большие потери. Наряду с тем, что до 800-1000-1200 человек еще уничтожают живой силой, это системные провалы. Конечно, второе направление, это очень такое знаковое, ну, то, что мы говорили неоднократно, Путин говорил, что это для него знаково. Пескоп подтверждал, что контролирует ситуацию по Авдеевке ежедневно, а ежечасно. Вот так туда бросаются все новые и новые силы. 47-48 тысяч там генериров, это для маленького участка очень большое количество. Конечно, немереное количество бронетехники и ракетных систем, которые обстреливают наши войска. Где-то в некоторых форматах генерация сил идет один к пяти, один к шести. Но наши ребята там очень мощно стоят. Все секторы, где они пытаются атаковать, сейчас берут под мощный огневой контроль. Хорошо переезд в том, что у нас есть все-таки сложная, конечно, под огнем противника, но логистическая составляющая, что держать Авдеевку мы можем, там крепорайон очень мощный. В некоторых ситуациях контрактуем по клещам, этим с юга и с севера. Конечно, противник в некоторой степени бывает, там продвигается на 300-500 метров, но мы маневрируем дальше на всем удары и не допускаем как раз развития наступательных операций. Это очень мощный формат уничтожения резервов. От Авдеевка это ежедневное уничтожение по 300-400-450 человек. Это самый главный центр нейтрализации войск противника. Конечно, очень такие сейчас темы поднялись возле Лимана, где враг пытается дальше продвигаться и создавать условия для атаки секторальные, а затем развивать более мощные, статистские действия. Мы там уже очень четко укрепились и наносим контрудары, даже при том, что 2-3 дня это было одно из самых горячих направлений боев противодействия противнику. Бахмут это всегда традиционный. Противник, кто усилит каждый день, то бывает до 2-3 атак, уменьшает. Даже бывают отдельные дни практически только перестрелки, но не покидает этот регион, потому что Путин считает, что наши концентрации войск и мощные контрудары по тем силам, которые подтянули под Бахмут, позволят нам его очень эффективно освободить. Поэтому усиление сил там постоянное, системное, идет ротация. Туда направляют и наемников, зэков тех же, о которых мы говорили неоднократно, они сейчас используют для таких, ну хотя бы прикрытия отдельных направлений. А уже спецназы и наемники ведут атаки вместе с бронетехникой. Это танки, БТРы, БМП с поддержкой артериористских систем. Но когда позволяет погода, применение активной авиации. Мы еще выделяем запорожское направление, потому что это очень такое важное для того, чтобы именно иметь перспективу перекрытия с восточного коридора, которое поставляет этому группированию постоянно технику, боеприпасы и живую силу. И, конечно, враг понимает, что это стратегическая тема, потому что движение нашего направления Мелитополя, это фактически создание предпосылок весной, начинать наступательную операцию на юге. Шансов там уже нет, так как уже будет перекрыт восток, полностью все поставки прекращены. Вот если мы, а тем более мы сейчас проводим операцию, о которой мы будем говорить, на Персонском направлении по перекрытию южного коридора, можем брать очень мощное стратегическое окружение, громадную группировку. И при подготовлении новой стратегии с нашей стороны, это мощное унитажение вот этого группирования, которое будет в изоляции, и, конечно, это перспектива их сдачи или попытка прорваться в том или ином направлении. Это, конечно, будущее для наших войск. Поэтому враг понимает, что в этой ситуации нужно держать любыми средствами все позиции и на направлении работы, на вербовое, и, конечно, пытаться нашу группировку сбросить в Херсонской области, так как дело времени, я прямо скажу, что мы, конечно, развернем там очень мощные силы, получив дополнительные средства, боеприпасы, создав условия для контр-вступательных операций, удавов, ударов, как мы говорили в силах, специальных операций, и, например, как морская пехота, где-то с флангов, с тылов, это может быть совсем другой театр военных действий. Я думаю, что такой инштаб уже сегодня планируется. Николай Григорьевич, ну вот вы сказали цифры, да, 200 проходят метров российские штурмовики, 300, и тут же следующие цифры по 200, по 300 на каждом участке теряют своих солдат. Таким образом, можно говорить, что расстояние, да, уже измеряется в сотнях жизней российских солдат. По поводу целей и насущных задач вооруженных сил Украины, насколько вот можно говорить, что не территориальные завоевания ставятся во главу угла, а вот именно сокращение численности российской армии. И, по-моему, с этой задачей вооруженные силы справляются на отлично. Как по-вашему? Ну, в первую очередь, мы не ставим задачу, что удержать какой-то конкретный участок или какой-то лес. Это неконструктивно, из точки зрения военных, но это деструктивно, так как это создает только условия удержать любым способом, используя все силы и средства, вот, и поддавая, конечно, ну, опасности, тем более гибели наших солдат. Поэтому в данный момент мы маневрируем. Правильная тактика, если большие силы и средства противника, маневрируем. И очень мощно наносим удары там, где мы имеем или безпеки, или враг не ожидает. Ну, и, конечно, важнейшая составляющая в обороне. Мы не сдаем позиции. Ни Авдеевку не сдали, ни Купинск, ни, тем более, Бахмут мы держим мощно. Ну, и, конечно, Юг. Поэтому и территориальная целость – это задача номер один. Но именно в конкретных секторах это формат маневра, это правильная тактика на современный период. И, конечно, самое главное составляющее – уничтожение резерва противника. Мы еще раз с вами подсчитывали неоднократно, что именно уничтожение в среднем до тысячи человек в день и сколько же тяжелораненых в две тысячи за месяц – это получается 12-14 бригад противника такой живой силы. Точно так же это сотни танков зависит, это сотни-сотни БТР, БМП, САУ, ракетных систем, которые дают сводку каждый день. И в совокупность получается подрыв обороноспособности российской армии проходит. Это перемалывание войск. Подготовить еще раз и быстро бросить в горнило войны россиянам невозможно. Многие говорят, что они немерено, да, они их где-то мобилизовали, но уже такой формат, который мы сейчас используем, это обесценивать их усилия. Так как не мобилизовать, не тем более подготовить, мотивировать, самое сложное, тем более обучить, вооружить, провести боевое стаживание. Нужно много времени, многие механизмы задействовать. Конечно, подготовить уже, хотя старые, но хотя бы какие-то средства, так сказать, огня, танки, БТР, БМП, стрелковое оружие, боеприпасы, это большая проблема, даже для России. Поэтому в данной ситуации этот стратегический формат очень четко работает. На что? На перспективу. Уничтожая силы и средства противника, огневые, так сказать, все базовые форматы. Мы сейчас наносим удары и по аэродромам, по складам боеприпасов, по пунктам управления, по пусковым установкам, по местам концентрации войск, по логистике, это создает предпосылки, то, что, мы говорим, весна-лето, начать новую стратегию войны с нашей стороны. Потому что многие и аналитики, и американские намеки идут, руководители что-то говорят, давайте замораживать. Замораживать – это недопустимый формат. Сегодня, да, мы выполняем задачу по подрыву именно всего средств противника. Весна-лето – это, конечно, новые стратегические перспективы наступательных операций. Но к этому нужно готовиться, начиная с той, говорю, стратегии наступления, очень грамотной, нестандартной, как было даже эти два года. Ну и, конечно, наполнение сливом средств, я думаю, что перспектива есть. В Америке там уже первое позитивное голосование пока прошло. Это и финансовый ресурс, и, конечно, это бронетехника, это авиация, это ракеты дальние радиосодействия, включая как раз и Атакамсы, возможно, и Германия придет к такому формату. Это, конечно, радиолокации, это электронные щиты, это, конечно, ударные группы, которые мы формируем для проведения этих операций. Ну и наши ВПК, дроны, это ракетные системы, это уже наши бронетехники, которые мы делаем в Германии, и рынки, вооружения, которые мы сейчас должны эффективно освоить и пополнить колоссально, пока у нас идет дефицит, как сказал Умеров. Вот давайте дефицит пополним не только за счет союзников, но не в нашей ВПК в некоторой степени, а за счет покупки быстрой на внешних рынках боеприпасов различных типов, советских, натовских, третьих форматов, где есть, их можно закупить за месяц-полтора миллионы штук. Вот только, так сказать, средства, имея хороший опыт, и мы участники военно-технического сотрудничества много-много лет знаем все страны, рынки, это все, которые используют и советские боеприпасы, и натовские разных типов, разных периодов. Это то, что сейчас может быть как базовым сегментом для и выполнения задачи уничтожения противника, и потомки наступления, но уже тогда с освоенными всеми средствами, которые получим и от союзников, и от внешних закупок. Николай Григорьевич, давайте как раз и поговорим о том, каким образом в дальнейшем нас будут и уже поддерживают наши партнеры, но начнем вот с такой позиции, да, из заявления, озвученного в нашем эфире. Россияне пытаются возобновить активность своей тактической авиации в районе Херсона, однако им препятствуют в этом, понятное дело, украинские военные. Об этом в эфире телеканала Freedom рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Силы обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Давайте услышим подробности и продолжим с вами беседу. В нашей зоне ответственности враг постепенно пробует возобновить активность тактической авиации, понимая, что уроки были суровыми. В конце прошлого года они потеряли три самолета в нашей зоне ответственности. Уже в этом году серьезная пощечина была по потере разведывательного крупного самолета и повреждения командного пункта воздушного. Все эти уроки они для себя усваивают, и тактическая авиация врага сейчас в нашей зоне ответственности изыскивает новые пусковые рубежи, но активность свою серьезно сократила. Николай Григорьевич, скажите, по вашему мнению, как в целом способна изменить ситуацию не только на Херсонщине, а давайте так, по всей линии фронта, где бы не было соприкосновения, вот эта линия, где происходит горячая фаза боевых действий, с учетом ожидаемых поставок Украине F-16 и с тех заявлений, которые мы уже слышим в качестве поддержки Украины и непосредственной помощи, я говорю и о позиции Франции, по поводу предоставления авиационных бомб, которые могут применяться и уже адаптированы к применению тех же платформ F-16 или же МИГ или же СУШИК. Да, по вашему мнению, как это повлияет на линию соприкосновения? И давайте так, в целом, на позиции армии оккупантов. Ну, первое, конечно, сбитие СУ-24, тем более А-50 и ИО-22. Это, конечно, очень мощный урон противника. Тут даже несколько военных, хотя А-50 это супер вооружение и очень мощная система контроля, наведения, радиоактивации и координации действий всех сил и средств, и при авиации, самолетах, вертолетах, ракетных системах. Ну и разведка, конечно, очень мощная. Поэтому это был шок для российского даже руководства. Они такого не ожидали. Поэтому в данный момент мы расширяем наши возможности против как раз воздушной обороны различных типов. И уже сейчас мы не даем спокойно проводить операции ни на юге, как говорил Агименюк, ни на востоке, но тем более залетать на территории за фронтом. Мы видим, что авиация военная практически не летает тут, потому что мы ее очень мощными системами сбиваем, даже, как мы говорили неоднократно, и баллистику, и даже гинжалы. Поэтому в данной ситуации перспектив особых нет. Хотя они пытаются на фронте в отдельных секторах активизировать наши свои возможности авиационные. Еще есть около 300 самолетов противника, где-то 340 вертолетов, ну и, конечно, тысяча с чем-то ракет различных типов. Поэтому F-16 это один из таких мощных форматов, который обеспечит противодействие полностью авиации. Я думаю, что мы обесценим всю тактическую авиацию противника, потому что получив, а я хочу, чтобы мы получили не 12, как там первый эшелон, хотя это тоже важно, а 50-60 самолетов, это будет очень мощный, как бы ударный кулак. Это фактически изменит идеологию в системе военно-воздушных сил Украины. И, конечно, перевес, не паритет, как говорят, а уже перевес будет чувствительный. Уже сбивать будем и самолеты противника, и вертолеты, и, соответственно, если необходимо, там и дроны, и даже ракеты разных типов. Это будет как бы дополнение к нашей системе ППО, к нашей авиации. И, конечно, это ударные будут силы во время неожиданных стратегических наступательных операций. Потому что комплексы использования авиации – это удары одномоментно дальнебойными ракетами по глубоким телам, средним телам и задействия авиации тоже самое. Дополнительно мы уничтожаем все склады, боеприпасы, нефтебазы, аэродромы, пусковые установки противника. Конечно, все средства – это удары по фронтовой зоне, все специальные операции действуют в тылах одномоментно и в флангах. И, конечно, такой комплекс позволяет нам очень мощно обесценить противника и идти вперед по наступлению. А авиация сопровождает дальше. Это очень мощный формат. Но даже то, что вы говорите, одну из задач – это послабление позиций противника в воздухе. Это будет, я считаю, решающим форматом. Сейчас боятся летчики российских вылетать. Тогда, я думаю, будут отказываться или, как и на поле боя заставляют заградотряды идти в атаку, также их будут направлять в полет. Но следчикам это намного сложнее, потому что это совсем другая категория. И, конечно, там будет уже в формате военно-воздушных сил России очень мощный подрыв. Испектива, я думаю, тогда уже активно воевать у них не будет. Смотрите, Николай Григорьевич, буквально каждый день у нас появляются какие-то свежие новые сообщения, новости о поставках вооружения. Знаете, вот с начала года, что можно вспомнить? Мощный пакет помощи от Германии. Дроновая коалиция, к которой присоединились 20 стран Европы, даже далекая Япония и то в первые дни Нового года заявила о своей поддержке. Самая свежая новость, вот буквально накануне от президента, это французские цезари и так называемая артиллерийская коалиция. Не кажется ли вам, что в Европе все больше стали осознавать, что лучший способ защитить себя, это дать больше оружия Украине? Одна из целей, конечно, это создать очень мощный кулак в Украине, используя все средства, конечно, стран НАТО. НАТО и особенно Европейский Союз в целом почувствовал, что угроза реальная. И неоднократно мы видим и аналитики стран НАТО и Европейского Союза, и руководители, например, президент Польши, Германии, Франции, говорят о том, что именно есть реальная стратегическая угроза от России и Европейскому Союзу. Страны Прибалтика об этом кричат прямо, буквально, что вот-вот на грани вторжения России. И Финляндия чувствует уже буквально ежедневные угрозы, тем более уже есть решение создания Ленинградского фронта. Это 1300 километров возле Финляндии. То есть это не риторика, а это конкретное подготовительное действие. Поэтому самый лучший вариант, что мы им доказывали и Байдену, и Сунаку, и, конечно, Шольцу, и Макрону, и итальянцам сейчас, которые там говорят, что мы свою армию, что именно сейчас надать вооружение, технику, боеприпас Украине, это перспектива не только нашей победы в освобождении территорий, это, в первую очередь, снятие угроз для Европы, которая экономит на всем. В первую очередь, не гибнут люди, европейцы. Да, к сожалению, мы гибнем, но они за счет нашей жизни сохраняют свои. Вторая составляющая, они не будут тратить, как они сейчас очень так жмутся, там 2% или 1,5% или 3%, кто-то там уже говорит. Они будут вынуждены использовать 30-50%. Это когда война идет, реально, это минимум. Вот поэтому в данный момент и тут они должны, как прагматики, посмотреть, что посчитать свои деньги и сказать, да, мы наоборот экономим. И, конечно, это не создание трагедии на своих территориях, когда гибнут люди, когда рушится вся экономика, их комфортная жизнь, которую они, я знаю, ну, всегда сотни раз там бывали по разным визитам, они очень любят. Поэтому и европейцам, которые осознают, и американцам, которые тоже предполагаются угрозой ядерной, никуда они не денутся, и китайцы в том числе. Поэтому должны подумать, кому помогать, и как быстро, и как снять это напряжение, чтобы самим же не постраждать. Вопрос должен стоять о них тоже самое. Кроме помощи нам, о которой мы говорим, что мы защищаем их, и они защищают сами себя. Это очень важная формула, и постепенно они к этому подходят. Поэтому и Сунок пришел с пакетом 3 миллиарда долларов, и, конечно, Шольц 8 миллиардов, и новые средства различных типов. Сейчас нужно решить, конечно, по Тавресам. Это будет очень важнейшая составляющая наряду с СЭП-16. И, конечно, Макрон, который понимает, что проигрыш какой-то на поле боя в Украине – это реальная угроза, и тогда уже нужно будет не давать по десяткам, там, сказать, типов, скальп-ти, например, или там управляемый бомб, или, как он там сказал, Цезарей. А нужно было задействовать всю мощь, сотни-сотни различных типов вооружения, и тем более воевать. Поэтому сейчас вырисовывается новая модель Европы, защитить себя за счет именно поддержки Украины. Я думаю, такая же будет тема сейчас с американцами, которые активизируются. Уже первое голосование на этой ночи было. Я думаю, на февраль месяце мы выйдем и там, на мощный пакет, который будет обеспечивать эффективно все виды и все средства для Украины. Ну и, конечно, мы говорим о Европе. Я очень акцентирую внимание на активнейшем работе нашего ВПК. Это не просить, не пытаться что-то там получить, а это постоянно зависит от нас, сколько произведем. Или боеприпасы, что кровь войны, я прямо скажу, ее не достает постоянно, и сейчас особенно. Это, конечно, и ракеты, это дроны, о которых мы говорим, это коалиция, но эта коалиция должна создаваться базово у нас. И правильный ряд лидеров сказали, что именно ряд производств должны быть здесь. И Генсек НАТО тоже самое подтвердил, потому что нужно с колес прямо, с подземных заводов давать войскам конкретные боеприпасы, вооружение, технику. Это будет очень эффективно и быстро. Вот тут нужно разворачиваться день и ночь. У нас задержка очень мощная была, но сейчас разворачиваем эту работу. Поэтому дроновая армия, кроме поддержки и за рубежа, и с Японии, и с Австралии в свое время, и, конечно, США, Британии, Германии, Франции, скандинавские страны, это может быть и миллион, и больше дронов. Но это, конечно, ракеты, и иностранные их мало дают нам, а собственное производство в 2000 километров, это может быть тысячи их. Это то, что дает перспективу громить Ленинград, как мы говорим, Ленинградскую область, вот буквально позавчера. Это, конечно, и Москву, и доставая до заводов Урала. Это то, что сейчас перспективу дает на, это как раз в 2024 год. Вот тут уже все, все факторы задействованы, и внешне, с колорициями, и авиационной, и дроновой, и другие. И, конечно, то, что мы говорим, создавать собственную базу. Она нужна сегодня чрезвычайно войскам, и она нужна для перспективы, как основной гарант безопасности. То, что и заключаем гарантии, так сказать, со стороны наших союзников идет поддержка. Нужно создать свою базу. Тогда никто не посягнет на суверенитет нашего государства. Григорьевич, спасибо вам большое за этот анализ в эфире телеканала Freedom, за то, что присоединились к нашему эфиру. Николай Маламош, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.